Кого вы ищете? Андрейщик Жанну Петровну, которая обвиняется в соучастии в захвате государственной власти в Республике Беларусь. Вы что? Вы что, сдущие ли? Чего? Где это она власть захватывала? Работает на Лукашенко, значит содействует захвату, а Лукашенко власть захватил. Так она оказывается на Лукашенко, а вы на кого работаете? А я на Тихановскую. А на Тихановскую? Ну слагу вам руки и транспаранты зубы, работайте дальше, если вы дурак. А почему вы так говорите? Вы что, суд не уважаете? Кого не уважаю? Вы что, вы сейчас проявили неуважение к суду? Да что вы говорите? Ну вы, каждый работает и считает нужным, это самое, работает на того, кого он считает нужным. Давайте я вам два года условно за неуважение к суду дам. Какой суд? Суд? Я... Вы что, вы не процепились? Я вообще старый, пристарый человек, я вообще не понимаю этого. Я сижу дома и посмотрю какую-нибудь новость и кино какое-нибудь, а вы не уважаете. Чего я не уважаю? Вы уважаете, продолжайте дальше уважать. А вы знаете, что у нас старых людей сегодня сажают просто так, за их мнение в Беларуси? Каких людей сажают? Что вы мне лапшу на уши пишете? Те, которые против Лукашенко и за справедливость. Их сажают. А вы тоже за справедливость? Конечно. А вы за справедливость? Ну таки продолжайте. За конституционный порядок. Вы справедливым, умным и хорошим. И все на свете. Что вы мне лапшу на уши вешаете? Не лапшу. Власть Республики Беларусь захвачена. Так, скажите, пожалуйста, вы мама Жанны Петровны? Нет, я не мама. Сестра? Ни сестра, ни кто. Просто соседка. Соседка? У нее ваш номер телефона? Соседка. А как вас зовут, чтобы выписать постановление на ваше имя? Что вы будете выписывать? Постановление на два года условно. Можно на пять условно? Ну давайте на пять. Я завтра помру, а вы мне пять годов хотите дать. Вы что? Умные или вы не знаю что. Что это за люди-то такие? А как вы хотели? А как вы хотели? Как вы хотели? Что вы ко мне прицепились? Я не понимаю. Мы хотели торжество закона. Я молчу, я никуда не лезу, я никуда не хожу. Я сижу старый, пристарый, старый человек. Мне хорошо. У меня тепленько. У меня пенсию платят. Я ничего не хочу больше. Что вы ко мне цепляетесь? А на выборы ходите? Я не понимаю. На выборы ходите? Право голоса имеете? На выборы. Не имею никуда, я ничего не хожу. Ни на какие выборы, ни на что. Право голоса. А вы имеете? Конечно имею. Мы ходили, мы видели фальсификации. И мы против захвата власти. Мы против Лукашенко. Что вы видели? Что вы видели? А я не видела ничего. А вам все равно? А вы еще и гражданин, наверное, Белоруссии являетесь. А вам все равно, что происходит в стране? Мне не все равно. Мне хорошо. Мне тишина, мир. Мне самое главное. Ну какой же мир? С нашей территории ракеты на Украину летят. Какой же мир? А с их территории не летят, да? Ну да. Ни разу еще не летела. Нам, в Белоруссию. Не летят, да? А разве летят? Вы где-то видели это? Ну конечно летят. А чего это не летят? Звонила мне в Брестской области. Там живет знакомая. Сказала, что в Ивановском районе прилетела им. Прилетела ракета. Так вот отсюда водок летят. А оттуда вы его не знаете. Слушайте, не будьте вы такими двуличными. Если уже быть нормальным человеком, надо и стоить с этой стороны. Поступать справедливо и честно. А то там все хорошие, тут все плохие. И не дурить вы мне голову. Поняли? И не звоните больше сюда. Сколько вам за это заплатили? 300 долларов. Ну вот. Вам платят очень много. И вы будете дурить голову. А у вас пенсия какая? А у вас пенсия какая? У меня большая пенсия. Хорошая. Где нам все хватает? 500 долларов будет? Да. Да? Так давайте мы вам тысячу заплатим. Да. А я давайте вам свою пенсию отдам, чтобы вы больше мне не звонили. Давайте договорились. Сколько у вас там пенсии? Сколько вы отдадите? Вы занимаетесь дурью, дурью занимаетесь, самой натуральной. Это не вам решать, чем вы занимаетесь. Зачем вы мне звоните, поднимаются нервы, у меня давление высокое. Не поднимайтесь. У нас в стране... Вашу самую натуральную. У нас в стране власть захвачена, а вы тихенько живете и не обращаете на это внимание. Я решила, у меня власть не захвачена, у меня дома все хорошо. У меня дома захвачено, все. Остальное мир на улице покушает. Меня дети уважают, меня внуки уважают, меня все жалеют. Больше вы мне сюда не звоните и не дурите мне голову. Понятно? Так вы мама Жанны Петровны, получается? Нет, я не мама, не мама я. А кто? А кто? Вот так. А кто? А кто? И кто? Вот представьтесь вы и расскажите, кто вы на данный момент, какая у вас должность. Андрей Владимирович Паук. Чем вы занимаетесь? Паук, моя фамилия Андрей Владимирович. Я занимаюсь восстановлением справедливости в Республике Беларусь. А справедливости восстанавливаете? Надо было это самое справедливость свою восстанавливать. У Польши есть, и там и восстанавливаете. Там свои есть активисты нормальные. Там демократия. Да, свои активисты и вам туда дорога. Давайте, не дурите мне голову. Все. До свидания. Мы беларусы, мирные люди. Владу отдали, шкловской иуде. Не беларусь, а клоака мянтоу.